Выбрал ее, прочитал, отозвался и, так сказать, в сердце, и в душе Оли, нашей гости сегодняшней. Оль, как вот... Ну, мой топ, ты поняла уже, о чем он? А какие твои любимые книги и любимые писатели? Я всех, естественно, спрашиваю об этом. Знаешь, на самом деле, много у меня любимых писателей, и от профессиональной литературы, которую мне необходимо читать для того, чтобы поддерживать вообще тонус, то есть от Монте-Сори до диспенза. И, конечно, это и художественная литература вообще. Одна из моих любимых книг детства – это «Кот в сапогах». Этот очень умный, предприимчивый, в меру находчивый, воспитанный кот в сапогах сумел найти подход к каждому и дать по факту каждому то, чего тот хочет. И это такой прообраз фигера, может быть. То есть это когда человек умело использует обстоятельства и делает так, что всем и вся хорошо, все довольны. Это уникальное качество, мне вот очень нравилось. И хочу тебе сказать, что книги, которые человеку нравятся, они на самом деле очень сильно влияют. Кому-то нравится «Золушка», вот мне, например, еще про крошку «Менота» нравится мой фильм. И вот маму я спрашивала, какая у меня была в детстве любимая книга «Холодное сердце» есть такая очень интересная книга из детских книг-сказок. И есть такой тест, на самом деле, на вообще жизненную программу, по сути. Это когда... Обожаю тест. Да? Вообще человеку, когда он читает книги в детстве, или когда он читает книгу «Родитель», у него закладывается определенная картина реальности. Такая некая система. Многие называют ее программой. Последовательность событий и действий. И какие-то яркие детали. Ты вспоминаешь какую-то сейчас свою детскую книгу? Судя по взгляду, ты о чем-то сейчас задался. Я много таких вспоминаю. И в том числе, одну из своих любимых, книжку «Летающее счастье». Вот давай сейчас такой вот этот тест наглядно сделаем, чтобы всем было понятно. Итак. Такое новое содержание известных сказок. Твоей любимой. То есть, и дорогие наши слушатели, вы тоже вспоминаете, какая у вас любимая сказка или книга детская. Она может быть хрестоматийной, или ту, которую читали. Вот какая самая ваша любимая программная, которая программная, то есть та, которую вы принимаете как свою родную, фактически. У меня много таких, но хорошо. Вот остановимся на «Летающее счастье», допустим. Эта поезд, она о современных детях, ну, о тех детях, которые были в 70-е годы. Но она интересна тем, что там много сказок, которые мама рассказывает своим детям, а там еще, значит, кот и пес, и они говорящие. И они тоже слушают сказки, и тоже рассказывают, и кот там повел себя не очень хорошо, но в конце концов зло наказано, и он вернулся в свой облик котиный. Тоже, а коте, кстати. Интересно. Вот ты сейчас вспомнил примерно содержание, какая традиционная мораль, то есть основная мораль, которая записана в этой книге, в этой повести, то есть вот о чем в ней говорится? Ну, зло должно быть наказано, надо быть самим собой, добро превалирует, ну, как бы вот такие незыбленные истины, которые во многих сказках. А если вот сказать одну фразу, что бы ты взял с собой, то есть вот какая мораль, вот зло должно быть наказано, да? Ну, одним словом, это такая цирка к совести, то есть только потому, что у тебя внутри. Не надо никаких там нотаций, не надо никаких норовоучений, то есть вот ты поступаешь так, как велик тебе внутреннее твое содержание, которое сформировалось под влиянием вот этих книг, в том числе, которые ты читал в детстве. Хорошо. А теперь, и это на самом деле во многом подтолкнет вас сейчас перечитать ваши любимые сказки и книги, быть может, детям или самому перед сном, или самой. Влад, вот вспомни теперь содержание, и если бы вот сейчас ты стал перечитывать эту книгу, может быть, ты пробежишься по сюжету, или вспомнишь, как она выглядит, и что еще там ценного, вот о чем еще говорится? То есть, какая еще может быть мораль? Постарайся подумать, что еще можно оттуда вынести, что там еще важно? Не знаю, там вот все вот эти сказки, которые перемежаются действием, да? Или, вернее, перемежают действия, они все об этом, о том, что не надо хитрить, не надо изворачиваться, надо быть человечным, надо быть самим собой. Ну, не знаю, но это все об этом, уже не знаю, какая там вторая вещь. А вот новое, кстати, ты сказал, надо быть самим собой. Вот это то, что ты перечислил сейчас новое. И мне кажется, что этот такой некий тест подтолкнет, быть может, тебя и зрителей, слушателей, к тому, чтобы посмотреть, а что же еще там записано? И теперь вы сможете взглянуть новым взглядом уже на существующую книгу. А главное, после того, как вы придумаете новую мораль, которую вы еще не видели, новый взгляд, подумайте, какие новые действия можно сделать, исходя из этой новой морали. Вот такое интересное задание, которое, я надеюсь, подтолкнет вас к чтению книг на этой неделе. Может быть, и вопросы какие-то новые еще возникнут к тебе, и их наши слушатели и зрители смогут отправить на редакционный вайбер, ватсап или телеграм по телефону плюс семь девять девять пять восемь девять шесть семь семь пять пять. В третьем блоге мы будем на них отвечать. А пока, ну, расскажи, что ты, кота в сапогах, надеюсь, ты не принесла в студию, что ты будешь читать уже. Что я буду читать. Давайте-ка я прочитаю как раз такую самую важную главу «Начало». Эта книга, которую я сейчас пишу, и она как раз о взаимоотношениях, о том, с чего началась наша программа. И она как раз о любви. Это то стихотворение, которое пришло мне, наконец-то я его вспомнила сегодня утром. Я думаю, что она будет как нельзя кстати, и я пишу в блокноте, она у меня в рукописном, действительно, варианте. То есть Бенефис Ольги Федоровой, просто она читает свои стихи, она читает отрывок из своей книги. Хорошо. Есть название у нее? «Восемь законов вселенной». Это то, на чем основана программа детского лагеря. Авторская программа MBA я закончила, сделала авторскую программу. Детский лагерь, в общем так, время воплощения детской вещей. Те законы, о которых я говорил. Хорошо? Да, да. Слушай, я упомянула. Итак. Восьмой закон вселенной. Только если вы применяете все предыдущие семь законов вселенной, вам открывается восьмой. Итак, вот он. Безусловная любовь. Внутри каждого из нас соединены и стремятся находиться в гармонии две части, мужская и женская. Баланс этих двух начал дает нам счастье, любовь внутри, которая источается в результате на весь мир. Любовь в себе, любовь внутри себя создает и порождает любовь и гармонию вокруг нас. Самые высокие вибрации. Структура слова «любовь» и «благодарность» имеют одинаковую форму. Это есть в исследованиях, есть международная классификация, принятая аж в 1949 году. И выделяется более 40 основных типов снежинок и структур. Я познакомилась с этим в 2013 году, еще 15 лет назад. А в 1885 фотограф Бентли опубликовал книгу с более чем 5000 различных видов снежинок. Массари Мотт положил на это жизнь. Итак, изучение любви показывает ее излучение и форму снежинки. Доказано наукой, как источник влияет на все то, что вокруг него на физическом и метафизическом уровне. Еще есть шкала эмоциональных тонов. Там показаны цифры, волновые характеристики эмоционального излучения человека. Хаббард подготовил эту шкалу, и в ней видно, что вибрации измеряются в герцах от нуля до 205. Так вот, любовь и благодарность – это как раз свыше 205 герц. Но любовь просто к человеку – это всего 50. Любовь ко всему миру – это уже 150. А та самая безусловная любовь и благодарность – она уже свыше 205 герц. И в тонких телах, и в адмоническом состоянии, по моделированию, по весолому подводному, программированию, продукционному мы формируем пространство. Но это все звучит очень сложно. На самом деле достаточно вспомнить ту самую любимую еду, которую мама ставила на стол. И блины бабушки – это именно те высокие вибрации, которые мы принимаем через материю в виде еды. И это состояние передается нам на физическом и метафизическом уровне. Безусловная любовь, гармония мужского и женского, баланс, как творение природы, стремление женщины создать, мужчины структурировать, гармония мужского и женского. Мы, как творение природы, стремимся к балансу. И у каждого есть внутренний мужчина и внутренняя женщина. Мы много знаем о внутреннем ребенке, о внутреннем родителе. Но о внутреннем мужчине и женщине стоит сказать для того, чтобы понимать, что такое баланс. Я не скажу нового, если напомню, что мужчина рядом с вами отражает вашего внутреннего мужчину. А женщина, соответственно, рядом с мужчиной отражает его внутреннюю женщину. Партнер – это ваше отражение. Для того, чтобы понимать баланс, видеть и чувствовать, важно знать проявления женской и мужской части в себе. Характерные проявления дуальности. То есть мы есть баланс дуальности двух началов. Мы очень просто об этом сказать в трех пунктах. Итак, для него и для нее всего три пункта безумно важны. Первое – это общение, чтобы нам… Первое – это общение. Женщине безумно важно, чтобы ее понимали. Нам нужно высказаться, подумать, эмоционально рассказать, поделиться, чтобы нас разделили. Второе – это внимание. Важно быть красивой, привлекательной и получать это внимание от окружения. И третье – это безопасность для того, чтобы творить. Безопасно мечтать, порхать, летать. А что же нужно мужчине? Мужчине по своей природе нужно совершенно другое. И это даже не противоположно. Итак, первое, что ему нужно – это свобода. Свобода выбирать, действовать, думать, решать, отвечать. Второе – это ценность. Это ценность принимать мужское решение и чтобы его за это признавали. Что он первый, лучше – это природа сперматозоида. И третье – это та самая игривость, которая и дает краски и радость жизни. Это то, ради чего бежать, побеждать. А гармония здесь в единстве партнеров как в целом. Имея этот единый организм внутри себя, то есть согласие своих двух начал, вы проецируете его вовне и получаете гармоничное отношение, единство. Поэтому начни с себя. Мы вовне получаем отражение того, что внутри нас. Так давайте получать любовь. Очень круто. Вернемся к этому после небольшой паузы. А все, что ты сейчас говорила, как раз я читал в самом начале. Совершенно противоположно. Увидимся. Круто. Потому что рукописные сложно читать, даже свой почерк и различают. Да, да, да. Вот так нормально? Нормально. Не знаю, Сашу лучше спросить. Сейчас я практику скажу как раз, что… Сейчас у нас вопросы, мы посмотрим, что за вопросы у нас получились. Если у нас нет вопросов, то можно поставлять мастер-маргарифм. 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 Мастер-маргарифм.